Доброго дня, желаю всем радиоарис. В прямом эфире я Маша Миронова и городские подробности радиоформат. Сегодня в студии у нас гость, с которым мы с удовольствием побеседуем в течение предстоящего часа. Позвольте представить. Заместитель главы администрации по социальным вопросам города Кумертал, Лупшина Наталья Михайловна. Добрый день, Наталья Михайловна. Добрый день. Очень приятно, что вы нашли время и пришли к нам побеседовать, поговорить об актуальных вопросах именно социальной сферы нашего города. Исходя из того, что лето все-таки продолжается, можно сказать, оно на пике, уже скоро на спад пойдет, но тем не менее. Хотелось бы задать первый вопрос, который назрел сам собой. Как проходит именно летний отдых детей? Но давайте более подробно остановимся на загородных лагерях для начала. Хорошо. Действительно, на прошлой неделе у нас во всех трех загородных лагерях началась третья смена. И детки у нас уехали в последнюю летнюю смену отдыхать к середине этого месяца, августа, уже она практически закончится. Три загородных лагеря у нас проработали, все три смены, без каких-то больших ЧП и происшествий. Единственное, что в этом году нас опять не миновал карантин, и карантин во вторую смену нам, к сожалению, не позволил провести межлагерный фестиваль, хотя мы его и планировали. В остальном же все проходит по плану. У нас по количеству детей, как и было запланировано, чуть более тысячи детей. На сегодняшний день за две смены более 900 детей отдохнуло в загородных лагерях. Ну и продолжая, Наталья Михайловна, разговор о летнем отдыхе детей, поскольку это актуально, поскольку это важно и нужно, мы все-таки зададим такой вопрос. Какие еще существуют формы отдыха летнего для детей в нашем городе, помимо загородных лагерей? Что организовывается в плане отдыха детского? Конечно, Вы правы. Формы летнего отдыха и занятости разные, и практически все они в городе у нас представлены. Начну с того, что самая массовая форма летнего отдыха и досуга – это первая смена центров дневного пребывания, то, что мы называем по-простому пришкольные лагеря. Около двух тысяч детей у нас отдохнуло этим летом. Затем вот загородные оздоровительные лагеря, их три еще раз повторим. Ну и такие формы отдыха, как профильные лагеря. В этом году у нас два профильных лагеря. Один у нас он уже прошел, и это традиционный теперь уже для нашего города лагерь – лидерская смена. В прошлом году очень интересно она проходила в зеленых дубках, а в этом году смысл тот же, он для лидеров, но стиль лагеря совершенно поменялся. Он был палаточный в этом году. Это лагерь исторической реконструкции. То, что сейчас невероятно востребовано и интересно, был посвящен году российской истории. Еще один профильный лагерь, он начнет свою работу с 6 августа. Вот финансирование, хочу подчеркнуть, этого лагеря было из Министерства образования. Мы просили специально деньги для этого лагеря. Лагерь будет для детей с ограниченными возможностями. Его будет организовывать Управление образования совместно с учреждением станции юных натуралистов. А первый лагерь – реконструкция историческая. Он также у нас в числе лучших республиканских, самых интересных программ, потому что еще весной завоевал грант в 50 тысяч рублей Министерство молодежной политики. Вот за счет своей интересной программы такой конкурс ежегодный проводится. Ну и были выделены серьезные средства из муниципального бюджета на этот профильный лагерь. Далее у нас в этом году впервые за много лет также из муниципального бюджета были выделены деньги для организации трудовых объединений. Это ребята у нас в 16 таких объединениях работали, выполняли посильную работу. И эти трудовые объединения предусматривают питание детей. Также у нас в течение лета работали дворовые площадки. Их было четыре. Этим занимается у нас управление образования и сектор по молодежной политике при центрах, детских клубах. И еще одна форма, тоже очень востребованная и очень нужная, это санаторно-курортное лечение. Вот в этом году как никогда, опять-таки, у нас в городе был всплеск заявок именно на санаторно-курортное лечение. И поэтому свое здоровье поправили вот в санаториях республики с начала года 284 ребенка. А вообще я хочу сказать, вот пользуясь таким случаем, если слышат сейчас родители и руководители предприятий и учреждений города, что у нас заявочная кампания на следующий год, на все путевки, на санатории, путевки в лагеря оздоровительные, она уже идет и закончится она в начале октября. То есть, если вы, уважаемые родители, уже планируете следующее лето, хотите, чтобы ваш ребенок без проблем получил путевку куда-то, то уже сегодня нужно позаботиться об этом. И в своих предприятиях, учреждениях обратиться к руководителю или в правком для того, чтобы вовремя все это организовать, сделать заявку. Вот крайний срок заявки в начале октября мы полностью заявочную кампанию должны завершить и в Министерство образования уже отослать общую заявку от города. Именно под эти заявки будет выделено финансирование. Поэтому очень важно, чтобы это все вовремя проходило, а не в последний момент. Поэтому, уважаемые родители, планируйте следующее лето уже осенью этой. А будут ли для удобства горожан перенесены крупные городские мероприятия на стадион «Шахтер»? Хотелось бы вот об этом поговорить. Ну, очень здорово, что горожане все-таки задают вопрос именно о больших, массовых, крупных мероприятиях. Это значит, есть интерес. Безусловно, мы думаем, каждое мероприятие, как и где провести удобнее. Стадион «Шахтер» действительно является самым местом, там, где можно собрать самую большую массу людей. Это так. Но я хочу сказать, что каждое мероприятие мы действительно индивидуально подходим и продумываем. Есть мероприятия, которые связаны уже с какими-то местами, как «Вечный огонь» на 9 мая, «Площадь Советов». Есть какие-то традиционные вещи. Но о массовом мероприятии, ведь еще очень важна инфраструктура к этому месту подведена. То есть это и места общего пользования, и питание людей и так далее. Очень хорошо, что вот этот вопрос по стадиону задали, потому что есть что ответить, что у нас с 2013 года начнется реконструкция стадиона «Шахтер» именно для удобства горожан, чтобы он у нас был и центром спорта, и центром для каких-то массовых больших мероприятий. Я могу сказать, что по проекту запланировано пластиковые сидения на 4,5 тысячи мест под крышей. То есть трибуны будут очень удобны, там будут предусмотрены туалеты, кафе. И тогда действительно речь будет идти о качественном таком проведении в самом массовом месте нашего города. Но я хочу сказать, что мы стадион «Шахтер» используем. Вы знаете, что вот ближайший праздник – День авиации, он как раз у нас традиционно проходит на стадионе «Шахтер». И я знаю, что 50-летие нашего авиационного завода тоже будет праздноваться как раз на стадионе «Шахтер», для того, чтобы больше людей смогло увидеть представление. То есть самое массовое действительно является сейчас место – это стадион «Шахтер», который будем ремонтировать. И я думаю, что 60-летие однозначно у нас пройдут там самые большие торжества. Поэтому все учтем, будем больше привлекать и использовать в работе. Ну вот у нас радиослушатель Сергей задавал вопрос по поводу стадиона «Шахтер», по поводу перенесения таких больших городских мероприятий туда. Ну и все-таки логично, наверное, было бы спросить о тех мероприятиях, которые у нас планируются по поводу праздников предстоящих. То есть это 2 августа – День ВДВ и 12 августа – День авиации. Вот о мероприятиях. Что можете сказать? Я хочу сказать, что День ВДВ и вчерашний День военно-морского флота – праздники действительно нужные. Это подчеркивающее единство российской армии. Вчера буквально у нас по территории нашего города прошел республиканский автопробег, который был как раз организован Республиканским советом ветеранов ВДВ и спецназа. Наши ребята тоже принимали в нем участие. Было торжественное возложение цветов на вечный огонь. Ну, это, с одной стороны, и популяризация, и патриотические традиции. А конкретно в сам День ВДВ 2 августа у нас уже по традиции, опять-таки, в городе пройдет концерт в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Вот, поэтому там будут участвовать наши исполнители городские, а также сами ребята ВДВ. Мы поэтому всех приглашаем в 6 часов в парк культуры и отдыха имени Гагарина. Далее День авиации у нас традиционно как раз будет проходить на стадионе «Шахтер». И еще один праздник, который также не за горами – это 1 сентября, к которому мы все готовимся. Кроме линейок, которые пройдут, торжественные линейки в школах, в образовательных всех учреждениях, в этом году мы впервые, именно 1 сентября, хотели бы сделать большую городскую ярмарку учреждений дополнительного образования для того, чтобы особенно начальные классы пришли после всех первых уроков в парк. Опять-таки, мы в парке это хотели бы сделать. Для того, чтобы воочию увидеть, какие учреждения дополнительного образования готовы принять ребят. Это школы дополнительного образования, ДЮСШ, различные кружки, секции, для того, чтобы они смогли заниматься после уроков чем-то полезным и интересным. Наталья Михайловна, времени остается не так уж и много. Хотелось бы, конечно же, поговорить о готовности наших школ, наших именно учебных заведений к принятию детей на новый учебный год. Ну и, конечно же, о готовности именно в плане ремонта и, может быть, наполненности первых классов. Немножечко об этом расскажите нам. Действительно, сейчас в школах завершаются капитальные текущие ремонты. Проводится очень много работ. Но я хочу сказать, что во всех школах эти работы проводятся. И готовность школ к середине августа должна быть уже стопроцентной. 20-го, вернее, 11-го августа уже состоится августовское республиканское совещание, которое по традиции задает тон всему учебному году, цели, задачи учебного года, развитие на определенный этап. Значит, наши школы также, каждая школа будет готова к учебному году, потому что несколько документов они должны подписать, все службы должны принять школу, осуществить эту приемку. Значит, что нового в этом учебном году предстоит? Вообще образование сейчас переживает очень большую модернизацию, очень большие изменения. И вот уже несколько лет подряд, третий год, реализуются новые федеральные государственные образовательные стандарты, ФГОСы так называемые. И наш город не исключение. С этого учебного года у нас все начальные классы практически будут уже работать в этой системе, в системе новых федеральных государственных стандартах образовательных. Что это значит? Самое главное отличие – это развивающее обучение и вне классная воспитательная работа после уроков. И с этого учебного года у нас 174 обучающихся в пятых классах также примут участие в эксперименте реализации новых федеральных образовательных государственных стандартах. Также я хочу сказать, что по прогнозу 702 школьника у нас пойдут учиться в первый класс. 702 первоклассника. И мы им особое внимание в этом году будем уделять, потому что у нас год в Кумертау объявлен годом первоклассника. И мы как бы два поколения здесь захватываем. Те, кто был уже первоклассник, кто во второй класс. И те дети, которые у нас были дошкольниками, сейчас отправятся в первый класс. У нас 1 сентября по-особенному пройдет. У нас будет городская галерея портретов первоклассников, их сочинений и так далее. То есть вот мониторинг состояния обучения именно первоклассников у нас будет проведен. Совсем немного времени остается до окончания нашей программы. Хотелось бы все-таки более подробно поговорить с Натальей Михайловной о акции, которая проводится для того, чтобы собрать ребенка в школу. Так она называется, помоги собрать ребенка в школу, да? Да, это акция республиканская. Она проходит уже не первый год. Значит, конкретными исполнителями у нас является государственное учреждение Комплексный центр обслуживания населения, который находится по адресу Ленина, 23. И там происходит сбор вещей, средств, принадлежностей школьной, школьных одежды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Потому что на сегодняшний день, конечно, это очень хлопотное дело, собрать ребенка в школу. И хочется собрать все лучшее. Поэтому есть семьи, которые это себе не могут позволить. И таким людям мы должны помочь. Значит, в этой акции любой желающий может принять участие, принести вещи. Но, конечно, если принадлежности, одежда должны быть новыми. В этой акции у нас принимают участие не первый год предприниматели нашего города. Также активно мы сотрудничаем с нашим храмом Иоанно-Притеченским. И очень много вещей. По прошлому году я скажу, что у нас многие семьи как раз были собраны в школу посредством этой акции. Поэтому я призываю всех горожан, благодарю всех, кто уже принял участие. И хочу заверить, что каждая вещь пойдет по адресу. И те семьи, которых, к сожалению, у нас очень много в городе, находящихся в трудной жизненной ситуации, мы им поможем посредством всех добрых людей, кто откликнется на наш призыв. Наталья Михайловна, еще все-таки в завершение хотелось бы вопрос задать, который не был озвучен в прямом эфире нашей радиослушательнице, но которая до нас дозвонила. Звоночек у нас, к сожалению, не случился, не получился в прямом эфире. Наталья Иванова до нас дозвонилась и спрашивала о школьных автобусах в поселок Заря, я так понимаю. И хотелось бы все-таки получить ответ на данный вопрос. Да, я хочу сказать для всех информацию, что на сегодняшний день в управлении образования у нас три транспортных средства. Вы знаете, что школьный автобус должен быть по-особенному оборудован, должен быть официальный маршрут, согласованный маршрут. Значит, конкретно по поселку Заря не могу точно сказать, что будет ли официальный школьный маршрут, но были такие у нас предложения от предприятий города и от родителей непосредственно. Я думаю, что на общественных началах и силами наших предприятий города мы это сможем организовать. Я это говорю, потому что есть конкретные предложения от предприятий города. Думаю, что мы в этом году сможем это сделать. Ну что, огромное спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам, поговорили, ответили на многие вопросы наших горожан. Я напоминаю, друзья, что сегодня в эфире, в прямом эфире у нас был заместитель главы администрации. По социальным вопросам города Кумерта у Лапшина Наталья Михайловна. Еще раз огромное спасибо. Ну и городские подробности, радиоформат. Конечно же, друзья, на 102.5 FM каждый понедельник. Для вашего удобства, для, конечно же, вашей информированности о том, что происходит в городе. Ну и я, Маша Миронова, с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго.